Всем привет! Это второе видео с города Юрмалы, с улицы Йомас. Такая интересная история получилась. Я уже отснимала свой ролик, ходила здесь по бутикам, по магазинчикам. Ну и как бы уже всё отсняла, что хотела. Захожу я на свой YouTube-канал. Решила просто внезапно как-то посмотреть, знаете, видимо, так должно было случиться. Ничего такого, просто так в нашей жизни не происходит. И получаю я комментарии от моей подписчицы Ольги. И она натолкнулась на моё старое видео. Она жила когда-то давным-давно на этой улице Викториес. А я буквально вот здесь вот под два шага стою наёмно, считаю её комментарии. И такой душевный комментарий. В общем, она была тронута моим видео, старым-старым, наверное, года 4 или 5 лет назад. Я помню, она мне когда-то писала, что она на этой улице жила. Ну и вот я решила пройтись по этой улице и для неё заснять, как здесь сейчас всё выглядит. Ну так вот всё совпало. Бывает такое. Такая спокойная улица. Я сама здесь жила. В каком же я году жила? В 90-х я жила годах на улице Калдишу. А эта улица рядышком. Параллельно идёт улице Калдишу. Ну здесь вот видите, здесь что-то будут строить. Тут, видимо, какие-то старые дома были. Здесь уже отстроено. Я не знаю, не помню. Может быть, она мне писала, какой номер дома был. Вот если честно, не помню. Мне кажется, писала, Ольга, извините. Я помню, вы писали, да, что на улице Виктория здесь жили. Ой, ну я уже подзабыла. Да. Память такая уже. Вы же понимаете. Так, это Виктория с 23. 23, 23, 28. Вот, я покажу обе стороны улицы. Дойду до железной дороги. Я так поняла, что вы где-то здесь жили, да, в этой части. Возможно, где-то из этих домиков. Ну, если как-то я мельком сниму, то вы напишите. Я сейчас буду чаще здесь гулять. А что же это за здание такое высокое? И, возможно, я для вас это место более подробно сниму, сделаю видео. Так. Что-то незнакомое. Абсолютно незнакомое. Но все-таки, когда здесь не живешь, 27 номер. И потом приезжаешь раз в полгода, смотрите, там даже эти вечно зеленые растут на крыше. И оказывается, тут какие-то появляются внезапно новые дома. Я, наверное, быстро снимаю, очень иду. Ну, я уже собралась домой уезжать. Ну, и некоторые еще вот такие в таком состоянии. Ну, хотя, в принципе, это в неплохом состоянии домик. А здесь... Ой, ну, надо же какое огромное здание от Грохли. Ну, мне оно не нравится. Какое-то оно темное. Ну, что это такое? Гостиница? Не знаю даже. Так, Виктория. Что за Виктория? Апактманс? А, ну, возможно, это гостиница к этой здания. Да? Возможно, там тоже апартаменты. То есть это апактманс. Форэнд. А, это сдается здание, да? Изеры, да? Форэнд. Да, видите, вот, Форэнд. Виктория. Ну, не знаю. Или это отдельное здание, или же... Они, как бы, считаются. Так, сдается. Ой, кому тут сейчас что сдашь? У нас вообще людей не осталось. Вот продавцы жалуются, что нет покупателей. Так, здесь уже улица. Я уже забыла даже, как эта улица называется. Как она называется? Наша главная артерия нашего города. Вот, Виктория. Ну, сейчас прочитаю. Ленос. О, как все печально. Так, ну, туда мне идти, снимать. На дорогу переходить. Ну, здесь еще немного пройду. Ну, какой трафик. Только что сказала, что народу нет. А видите, сколько едет народу в Юрмалу? Ну, там, наверное, особо больше нечего снимать. Там железная дорога и вот это здание слева. Ага. Светофор. Ну, ладно. Если машин не, значит, надо пройти дорогу. Перейти дорогу. Здесь поснимаю. Тогда Викторияс. Ну, здесь тоже. Видите, уже около железной. Здесь, конечно, не очень хорошо жить. Челепички ходят. Ну, все равно, тем не менее, видите, строят дома. Строят. И здесь, рядом с железной дорогой дом. Так, и здесь живут люди. Ой, когда-то я здесь тоже ходила и вдоль железной дороги. Ну, наверное, привыкают уже. Я живу, сколько я живу метровых железных? 300 метровых. То я слышу, как электричка идет. Ночью слышно. Ну, поздно вечером. Какое солнышко выглянуло. Как пригревать стало хорошо. Когда-то я ходила здесь, по этой тропинке. Так, где я жила? Я еще жила на Конкордеес. На улице Конкордеес. И вот тоже ходила по этой тропинке на вокзал. Там Майери, а там Дзинтари. Ну, мне как-то было одинаково. Что в одну, что в другую сторону. Так, запрещено выбрасывать мусор. Штраф 50 евро. Что, пойдем до улицы Ленос? А так хочется здесь по тропиночке пройтись. Или по Ленос пройдем? Нет, наверное, для съемок лучше пройтись по улице Ленос. Ленос. Ой, я уже подумала, что улица Викториес, она же еще в ту сторону идет, к морю. Возможно, Ольга, вы там жили? Поэтому я пойду еще туда. Поснимаю. Ой, какой трафик. 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 Зато благодаря вам, Ольга, я хорошо сегодня прогуляюсь. Хорошо надушусь воздухом. Вчера я целый день не выходила из дома. Была плохая погода. Было где-то плюс 7 всего. Сегодня уже примерно 12 градусов. 12. Ну, чем ближе к морю, тем чувствуется ветерок. Холодненький. Сейчас вот подул, кстати. Вот там хорошо было около Железной. Там как-то не продувалось. Вот сейчас я иду по направлению к морю. Такой холодный ветер чувствуется. Ну, это же Балтийское море. Кстати, сейчас слушала какую-то передачу. А что это было? Что я слушала? О загрязнении Балтийского моря. Что Балтийское море, оно даже... Вообще сказали, что самое грязное в мире. Но такого быть не может. Я не верю, что Балтийское море у нас самое грязное. Как-то они тоже слишком. Знаете, как-то даже сразу становится грустно, когда ты осознаешь, что вроде как живешь с одной стороны около моря, а с другой стороны, оказывается, ты живешь около самого грязного моря. Да нет, наверное, не самое грязное. Вот у нас хвосты, видите, только-только вылезли из земли. Только-только. Да, Юрмана все-таки прекрасна. Наверное, кто вот так вот приезжает, первый раз сюда попадает, нравится. Ну, я просто действительно, я здесь жила, и поэтому как-то я спокойно себя чувствую. У меня нет этого восторга. Ой, уже цветут вишни. Так, ну вот выход на Йомас, улицу, главную улицу. И здесь прямо упирается гриль-бар, по-моему, да? Гриль-бар. Это ресторанчик. Бюргерс. Бюргерс им. Бюргерная. Бюргерная, бюргери. Бургеры. Да, сколько бургеры стоят? Один с евро. Да. Ну, например, куриный цезарь бургер одиннадцать. Все по... А, нет, есть по тринадцать. Копченый бургер. Так, ну и где у нас улица Викториас? Вот это, да? Улица Викториас. Пройдемся здесь. Покажем. Туда пройду. До улицы Юрос. Здесь туалет сделали. Ну, как красиво заделали. А там такие дырочки зачем? Ну, вот. Здесь тоже здание отгрохали. Когда я жила в девяностых, здесь тоже ничего близко не было. Такого. Монументального. Страшно смотреть на такие дома. Это же кому-то. А, это апартаменты тоже. Кто здесь жить вот в этих апартаментах будет? Интересно, да? Кто здесь жить будет? В этих столько апартаментов. А здесь, посмотрите, ничего не видно. Стена какая. Вот это да. Там вот только крыша виднеется. Камеры стоят. Будет даже страшно мимо проходить. Так, на другую сторону поверну. Чтобы меня не видели, что я снимаю. Страшно. Прямо камера. Ой. И здесь камеры. Ой, какой ужас. Какой кошмар. Девять. Это номер девять. Тоже апартаменты, наверное. Ой. Ну вот, Ольга, видите? Узнаёте что-нибудь? Ничего не узнаёте. Я сама ничего не узнаю. Вот. И никого нет. Даже машин, видите? Я не вижу. Это, наверное, какие-то летние резиденции. А вот там голоса справа. Так, а здесь что? Не знаю. Тоже какая-то гостиница. Фризы там. Солярий. Ну вот это старые домики. Вот это типичные. Да? Когда я сюда приехала, вот вся Юрмала была в таких домиках. Вот. Дети тоже продают. Продают. Покупайте. Это тоже старое здание. Вот этот домик. Немножко, видимо, покрашен. Ну вот типичная архитектура юрмальская. Всё. Я уже до конца улицы дошла. Улица Викториас. Вот этот страшненький домик. Заколоченный. Тоже типичный. Всё. Улица Юрмальская. Морская. Морская улица. Так. Викториас. Ой, как я хорошо нагулялась. Кто ещё жил на улице Ёмыс, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр. Ольга, жду от вас комментарии. Вот видите, как сегодня получилось. Ваши эмоции до меня достучались. Я вот просто как-то схватила этот телефон, думаю, гляну, что у меня там творится на канале. А там такой комментарий. Всё. До свидания всем. До новых видео. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.